Девушки отдыхают Друзья, всем привет! На связи я, вы там, где и должны быть, а именно в моноколесной теме в новом ролике на канале. И пока вы не начали смотреть этот видос, спрошу вас о трех вещах, которые прошу в каждом видосе. Это прожать палец вверх, где-то вот тут, вот снизу ролика он должен быть. Это дать обратную связь в комментах. И это подписаться, если тема моноколеса, в принципе, вам интересна. А сегодня такой запилить решил видос, скажу по секрету, немного шуточный. Но, как говорят, в каждой шутке есть доля шутки, поэтому поехали. Тема моноколесо – это зло. Зло не в понимании зла, как модель, а зло в понимании зла в отношении к моноколесу. Десять пунктов – все для вас. С каждым пунктом, с которым вы не согласны или согласны, дайте понять мне. Ну и опять же повторюсь, что эта инфа немного шуточная. Первое. Почему моноколесо – это зло? Моноколесо – зло, потому что вы будете приезжать раньше других на работу. В час пик, в пробках, в автомобилях. Хорошо, если в вашем городе есть выделенные линии для общественного транспорта, где маршрутки, троллейбусы не стоят наряду с другими автомобилями в пробке и доносятся к вам на работу от двери до двери в кратчайшие сроки. Если такого нету, то вы, как автомобилист или обычный пассажир общественного транспорта, можете стоять годами, часами в общем потоке. Как моноколесник, тем более, если по выделенной линии шуруете за маршруткой и приезжаете на работу раньше ваших других коллег. Конечно же, если они не выходят за три часа до. Касательно Киева, где я нахожусь, обычная практика у многих людей в час пик выходить на работу за полтора часа, за два часа, если нужно преодолеть какие-то проблемные участки. Представьте, четыре часа из своей жизни вычеркнуть просто на дороге. Почему вы на колесо это зло? Потому что, второе, вы будете высыпаться, в отличие от ваших коллег, которые, приходя на работу, не понимают начала своего рабочего дня без чашки кофе, чтобы взбудоражиться, чтобы проснуться. А вы, как огурец, уже выспавшийся, отдохнувший, потому что вам нужно потратить меньше времени на ту же самую дорогу. И тот час, который вы тратите, который они тратят на дорогу, вы можете потратить на сон или просто какой-то чаевничий, чай-чайок утром под любимую музыку. На вред вашим коллегам, офисным сотрудникам, да, вы будете высыпаться. Третье, моноколесо – это зло, потому что, опять же, в отличие от ваших коллег, вы будете менее раздражительными. По какой причине? По той причине, что, когда летом за окном 35 градусов, то даже в той же обычной маршрутке с сидячими местами или в троллейбусе происходит постоянная борьба бабушек за закрытые окна против молодежи за открытые окна. Происходит постоянная борьба людей, которые, может быть, не моются, может быть, считают, что в этом нет никакого смысла все равно, потому что вечером вы снова будете потными, и поэтому они едут просто как есть. Надевают на себя 10 одежек и, стояв в метро, стояв в троллейбусе, отгоняют всех злых духов вокруг себя на несколько метров. Не знаю, как вас, лично меня это, ну, просто как-то выводит из себя. И понятно, что у всех физиология, ну, так или иначе, вы будете менее раздражительными, в отличие от ваших коллег. Четвертое. Теперь ваши сбережения, ваши траты вы будете направлять и тратить не на какой-то новый тостер или PlayStation, а вы будете тратить деньги на хексы, на подухи какие-нибудь новые, на более широкую покрышку, на более быструю зарядку, какой-нибудь вектор. А это далеко не копейки. Хорошо ли это плохо? Конечно же плохо. Ведь деньги нужно тратить правильно. Пятое. Моноколесо – это зло, потому что теперь, если вы работаете в офисе, о вас будут говорить. А вам это нужно на самом-то деле, чтобы о вас говорил весь офис, вся компания, что есть какой-то сумасшедший, который ездит на моноколесе, который, зная или не зная правила дорожного движения, представляет из себя хрустиком, еще похлеще, чем скутеристы, который вместо того, чтобы налегке забежать в троллейбус или в метро, надевает на себя весь экип, который существует у него в квартире, начиная от шлема и заканчивая черепахой или защитными шортами. Оно вам нужно? Конечно же, нет. Поэтому моноколесо – это зло. Шестое. Моноколесо – это зло, потому что отныне вы теперь раб своего колеса. Вы должны его постоянно возить с собой. Вы его постоянно должны таскать с собой, куда бы вы ни направлялись. Магазин, который далее, чем 10 метров от вашего дома, колесо должно быть с вами. Поездка на дачу, даже если это электричка плюс, допустим, маршрутка, колесо тоже должно быть с вами. Воспользуетесь вы им или нет, оно должно быть с вами. Почта, новая почта, Укрпочта, магазин, торговый центр, продуктовый магазин, даже если туда пешочком идти 5 минут, колесо должно быть с вами. Моноколесо – зло, потому что вы постоянно его должны таскать с собой. Седьмое. Моноколесо – зло, потому что нужно теперь постоянно искать райдеров. Нужно постоянно искать тех людей, с которыми вам можно и хочется катать. Те улитки, те вяло двигающиеся велосипедисты – это уже не уровень. Это уже не уровень моноколес и, скорее всего, вам будет скучно. Поэтому поиск райдера, который по скорости соответствует вашей скорости, это еще та проблема. Поэтому моноколесо – это зло. При покупке моноколеса вектор вашего внимания в чатах, в телеграм-чатах, он меняется. И отныне, если раньше вы вступали в срачи в каких-то политических чатах, возможно, в чатах вашего города, кто не туда выкинул мусор, то теперь вам придется вступать в срач в чатах с моноколесниками, доказывать, что вы не жираф, доказывать, что ваше моноколесо в сто раз лучше, чем моноколесо, которое весит в два раза больше, доказывать, что 4,5 штуки баксов за V13 in motion challenger – это нормальная цена, или наоборот, опровергать это. Поэтому срачи в телеграм-чатах, как замена срачам в политических чатах, теперь это реальность. Девятое. Моноколесо – зло, потому что теперь, передвигаясь на моноколесе, хотели бы вы этого или не хотели, вам придется подучить ПДД. Подучить ПДД – это не значит открыть книжку и учить. Вы можете это подучить, даже передвигаясь просто по улицам, тротуарам города. Подучить – это значит, что доказывать тем бабушкам в метро, которые вас не пропускают, что моноколесо – это почти та же самая кровчучка. Доказывать людям, которые двигаются по велодорожкам, что этого делать не стоит. Доказывать автомобилистам на проезжей части, что точно так же вы являетесь, по сути, транспортным средством. И имеете полное право, как велосипедисты, двигаться по проезжей части. Хотя по секрету скажу, что это не всегда так. И десятое. Моноколесо – это зло, потому что теперь вам, как райдеру, теперь вам, как представителю моноколесного сообщества, придется постоянно рассказывать, доказывать и объяснять людям, а где, собственно, у вас руль и где, собственно, у вас пульт, с помощью которого вы набираете скорость, поворачиваете и тормозите. Да-да, как бы это смешно не звучало, но есть и такое. Друзья, вот такие вот 10 пунктов, шуточные, нешуточные, в каждой шутке есть доля шутки. С чем вы согласны, с чем вы не согласны, обязательно в комменты дайте обратную связь. Подписка от вас, палец вверх, если ролик зашел, поддержите новые съемки, новых видосов. С вами был Паша Клэмк, до новых встреч, новых видосов, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok